Всем большой привет! С вами Настя и сегодня у меня необычное видео для моего канала, сегодня у меня тег. Но тег это не знакомство со мной, не факты обо мне, просто я нашла в интернете какой-то отстраненный тег с достаточно интересными, любопытными вопросами и захотелось мне просто на них ответить. Тег состоит из 15 вопросов и называется он «Если бы я?». Но прежде чем я начну отвечать на вопросы, озвучивать их, мне хотелось бы этот тег передать трем блогерам. Первый блогер это Максвелл Лина, Леночка. Второй блогер это Анастасийкина, 21, Настюшка. И третий блогер это Амили Лайф, Сашенька. Очень бы мне хотелось, чтобы вы также ответили на эти вопросы. Мне кажется, это достаточно интересно. И первый вопрос. Если бы у меня была фабрика, то что бы я производила? Ну, насчет фабрики не знаю, но если бы у меня была, во-первых, возможность создания собственного бизнеса, то начала бы я, наверное, с астрологии. С какой-нибудь конторы, которая занималась бы составлением гороскопов. Но гороскопы эти были бы не на каждый день, а просто натальные карты, индивидуальный гороскоп, которые не подразумевают прогнозы. Потому что прогнозы это все-таки дело достаточно, скажем так, щепетильное это занятие. И поэтому, я думаю, не каждому, во-первых, это под силу, а во-вторых, я думаю, даже не стоит за это браться. Потому что заглядывать в будущее лучше не стоит. Я занимаюсь астрологией уже достаточно давно. Ну, как занимаюсь? Увлекаюсь больше. Да, я самоучка, можно так сказать. И могу сказать, что попадания просто практически стопроцентные. Рассматривается человек с учетом всех его планет, не планет, всяких аспектов и так далее и тому подобное. Но это, конечно, не самореклама, я уже отвлеклась от темы. Так, если бы у меня было какое-нибудь свое производство. Вы знаете, я бы, наверное, занялась бы производством хороших мясных продуктов. Потому что с мясом, вы знаете, сейчас на рынке у нас очень-очень туго и тяжело. Мяса в мясе практически нету. Полуфабрикаты вообще непонятно из чего изготовлены. Я бы занялась вот чем-нибудь таким. Второй вопрос. Если бы я была режиссером, то что бы я снимала? Ну, я бы снимала свой любимый жанр. Это фильмы ужасов, хоррор по-другому. Поскольку в нашем российском кинематографе с такими фильмами это просто катастрофа и беда. Фильмов таких, во-первых, мало. Во-вторых, они просто все ужасные. Ну, в общем-то, есть парочка фильмов, которые можно посмотреть. На этом все. Второе – это триллеры. Очень люблю триллеры, но именно без каких-то кровопролитий, а те, которые будут немного нагнетать. Ну, можно сказать, психоделические. Мне нравится вся эта тематика, мне нравится психология. Поэтому эти фильмы я также люблю. Также я бы снимала какие-то документальные фильмы, которые показывали бы нам, открывали бы глаза на правду жизни, на правду каких-то аспектов различных. Например, на те же самые продукты питания. Что мы с вами едим, из чего это все изготовлено. Конечно, сейчас хватает на нашем телевидении таких шоу, таких телепередач. Но нужно не забывать о том, что верить можно далеко не всегда и не всему. И многие передачи, они просто куплены. На этом строятся деньги. Поэтому я бы не спешила верить. Также какие-то медицинские передачи, потому что тоже очень много разнятся, если даже по телевизору опять же смотреть. Телевизор я сейчас уже два года вообще не смотрю и даже не хочу. Ну, в общем, вот, наверное, что-то такое. Третий вопрос. Что бы я изменила в стране, будь бы я президентом? Ну, вы знаете, вопрос, конечно, не по мне, не по мою душу, потому что я не хочу, во-первых, быть президентом, потому что это огромная ответственность. Это слишком много, я не знаю, это слишком много обязательств. И все мы можем тут сидеть, да, и размышлять, что бы я изменила, потому что мы все такие умные, нам всем виднее, да, что бы мы с вами поменяли и какими мы были бы хорошими. Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я не хочу на себя брать слишком много. Вот и все. Четвертый вопрос. Если бы я была доктором, то каким именно? Ну, вы знаете, я бы, наверное, была хирургом, потому что это очень, это самая, мне кажется, на мой взгляд, ответственная профессия. И хороший хирург, это хороший человек в первую очередь, потому что хирург, он может человека просто вытащить из смерти, можно так сказать. Он может поднять человека на ноги, спасти ему жизнь. Это для меня хороший хирург, это человек с большой буквы, поэтому, наверное, хирургом. Пятый вопрос. С какими блогерами я бы общалась, если бы была такая возможность? Ну, я начну с того, что все те блогеры, на которых я подписана, их не так уж и много. Это примерно там 100, 120, 130, там 140 человек. Хотя в ютюбе канал свой без видео, я где-то, наверное, больше года тому назад я зарегистрировалась. И я много блогеров смотрела, и девочек, которые у нас, не знаю, как их назвать, не буду, в общем, никак их называть. Ну, в общем, девочки крали, да, у которых много денег, которые обеспечены, и видео у них отлично, и все такое. Ну, у меня совершенно обычные девчонки, практически все, ну, за редким исключением, на кого я подписана. И я не создаю себе кумиров никогда. И даже в детстве у меня не было кумиров, я не хотела быть ни на кого похожей. Я просто хотела всегда быть хорошим человеком, вот и все. Поэтому кумиров нет, прям так, чтобы я прям хотела с кем-то увидеться до посинения, у меня нет таких блогеров. Но есть блогеры, наблюдая за каналами их, за их видео, и эти блогеры мне стали уже, можно сказать, родными, да. И я уверена, что в реальной жизни мы бы нашли общий язык, это точно. То есть, если не дружба, то хорошие приятельские отношения у меня точно с ними были бы. Ну, вот по душе, да, вот люди, скажем так. Так, это Леночка Максвеллина, это Настя Анастасийкина, собственно говоря, это Саша, она мне очень нравится, это Игорь, Игорь Мушта, это Сережа, который мне также нравится, это Светочка Светланочка, это Алена, это Кристина, это Ира, это Виктория Попридухина. Я не знаю, у меня, правда, у меня много таких вот людей, потому что я еще раз говорю, все те, на кого я подписана, мне все нравятся. Поэтому даже та же самая Алена Ризван, несмотря на ее юный возраст, она мне также симпатична, как человек. Ну вот, в общем, я вам перечислила, с кем бы я хотела бы, да, общаться в реальной жизни, если бы была такая возможность. Сынок мне тут свою игрушку передал, помогает. Шестой вопрос. Кого бы я кусала, если бы я была собакой? Вопрос, конечно, гениальный. Ну, во-первых, я бы кусала алкоголиков. Это очевидно. Я бы кусала людей, которые поднимают руку на других людей. Я бы кусала людей, которые крадут и воруют. Ну, в общем, это все обычно, все банально. Кусала бы я всяких преступников, подлецов, также хамов. Я не люблю хамов, не люблю людей, которые разводят крики на пустом месте, в больницах, в магазинах, да где угодно. Таких людей хватает, вы сами это прекрасно знаете. Вот, наверное, кого бы я кусала. Наверное, я была бы злой собакой. Так, седьмой вопрос. Если бы у меня была возможность уехать куда-то, в какой бы город я уехала? Ну, вы знаете, везде хорошо, где нас нету, да, но... Я все-таки считаю, что атмосферу мы создаем себе сами. Я сейчас живу на родине мужа, и живу я, в общем-то, не так давно. Но поначалу, конечно, мне было очень тяжело, потому что знакомых нету, друзей нету, общаться не с кем. Ну, в общем, как, тяжело морально больше. Сейчас я привыкла, и я понимаю, что где бы мы ни жили, мы создаем атмосферу сами. Поэтому в какой-то конкретно город, нет, вы знаете, такого нету города. И даже мечтать уехать куда-то за границу. Да, есть пару городов, в которых я бы побыла по тем или иным причинам. Европейские города, в европейских странах, которые находятся. Но куда-то переезжать, жить в другую страну, учитывая, что менталитет, он все-таки очень сильно влияет на человека, да. Это очень тяжело жить с другим менталитетом, с другим складом людей, можно так сказать. Нет. В общем-то, я могу жить там, где я могу создать для себя комфортную и нормальную обстановку. Следующий вопрос. Что бы я делала дома, будь я домохозяйкой? Ну, сейчас я домохозяйка, да. Сижу с ребеночком. В этом году, в конце года я выхожу на работу, потому что мы уходим в садик. Вы знаете, дел на самом деле очень много. И я не понимаю тех людей, которые говорят о том, что мне скучно дома. Поскорее бы уже выйти на работу там и все такое. У меня всегда находятся занятия, у меня много хобби. Это вышивание крестиком, совершенно элементарное занятие. Это какие-то японские сканворды, все что угодно. Чтение книг, астрология, кулинария. Занятия с ребенком, самое-самое важное. Занятия находятся всегда, каждый день, поэтому мне скучать не приходится вообще. Единственный момент, когда я скучаю, это, вы знаете, это когда вот я болею, вот мне плохо, и я вот не могу ничего делать. Тогда вот вот все. Тогда вот я скучаю, потому что я просто не могу ничего делать. А так, в общем-то, всегда есть чем заняться. Саморазвитие какое-то, самопознание. Очень-очень много всего. Да и просто сходить, насладиться природой, куда-то там на речку. У нас речка недалеко от дома, мы летом рыбу ходим ловить. Ну, в общем, куча-куча занятий. Не мне вам рассказывать, да, домохозяйкам, которые сидят дома. Следующий вопрос. Если бы я была спортсменом, то каким спортом я бы занималась? Ну, первое, это баскетбол, потому что 6 лет я посвятила, можно сказать, баскетболу, когда училась в школе. Мы выступали на различных соревнованиях. Несмотря на свой небольшой рост, ну, знаете, это все стереотипы, что да, большинство, конечно, баскетболистов, волейболистов, они высокого роста, но у меня рост невысокий. Вопрос о спорте я вам ответила, и еще, возможно, я бы занялась легкой атлетикой. Следующий, десятый вопрос. Если бы я была волшебником, какое волшебство я бы творила? Ну, насчет конкретного волшебства я даже не знаю, что можно придумать, но я бы сделала так, чтобы люди поменьше болели. По крайней мере, чтобы наши дети не болели такими неизлечимыми болезнями, потому что сейчас это просто кошмар. Везде и в соцсетях можно увидеть, чем только наши дети не болеют. Это, конечно, невыносимо. Одиннадцатый вопрос. Если бы я была злодеем, какое бы зло я делала? Я не хочу быть злодеем, и зла я тоже не хочу делать, но зло у нас, к сожалению, приумножается в нашем мире, и мы все совершаем зло, потому что мы с вами не святые люди. И, тем не менее, мы тоже периодически его совершаем. Не хочу делать зло, но если бы у меня была возможность, наверное, единственное, что бы я сделала, это отбирала бы деньги у богатых и раздавала бы их бедным. Вот как-то так. Двенадцатый вопрос. Если бы я нашла труп своего врага, что бы я с ним сделала? Потрясающий вопрос. Ну, во-первых, у меня нет врагов, может быть, я у них есть, но у меня их нет, у меня никому нет ненависти. И это замечательно, потому что вот эти все негативные чувства, ненависть, злоба, они так человека просто поедают изнутри. Человек просто, можно сказать, морально разлагается из-за своих негативных чувств. Поэтому я бы ничего не делала с трупом врага, потому что у меня их просто нет. А если бы я нашла труп человека, я бы сообщила бы, естественно, в соответствующие места, в соответствующие органы. Вот и все. Если бы я получила один миллион, на что бы я его потратила? Ну, я хочу свое жилье. У нас своего жилья нету, мы, можно сказать, живем на съемном жилье. Ну, то есть как, с одной стороны вроде как съемное, с другой стороны вроде как и нет. Мы платим только за коммунальные услуги, но квартира нам не принадлежит. Конечно, одного миллиона мало, за один миллион ничего толком не купишь. Но, возможно, вложиться и остальную сумму взять в суду или еще каким-то образом. То есть свое жилье, это, я думаю, самая главная цель. Четырнадцатый вопрос. Если я бы была животным, то каким именно? Ну, к котопесам. Вот, кстати, есть очень много психологических тестов, которые выявляют, кто вы по типу. Кому вы ближе, к какому животному, к коту или к собаке. Могу сказать, что этот тест я проходила в различных вариациях. И мало-мало людей, которые принадлежат только к одному типу. В основном это смесь. То есть у вас будут черты, которые присущи коту, кошке и которые присущи собаке. То есть либо половина, да, либо там неравные части. Но один конкретный типаж, это очень-очень большая редкость. Я бы хотела, наверное, быть пантерой. Мне нравятся эти животные как внешне. Мне кажется, это очень красивые животные. Они очень грациозные. Несмотря на то, что они мощные. И лапы у них очень крупные такие, мощные. Но у них есть великолепная грация, которая, ну, для меня просто это супер. Также мне нравятся лошади. Мне кажется, они очень умные. И также очень красивые, грациозные животные. Пятнадцатый, последний вопрос. Тоже, мне кажется, очень гениальный. Если я бы была едой, то какой именно, понимаете, едой? Первое, что мне пришло на ум, когда я прочитала этот вопрос, это свинина. Я не знаю почему, но свинина. Хотя я не могу сказать, что у меня свинина это любимое мясо. Далеко нет. Наверное, курица больше. Но потом, когда я уже подумала, я поняла, что пудингом. Ну, дурацкий, конечно, вопрос. Но есть над чем, конечно, посмеяться. Я надеюсь, что вам понравились мои ответы. Я, конечно, много где затянула и отклонялась от темы. Но вот захотелось мне с вами немножко поболтать. Девочки мои дорогие, любимые. Прошу вас принять эстафету в свои руки и также с лицом ответить на все вот эти вопросы. Ну, конечно, лучше их записать или на компьютере где-то вбить, как в моем случае. И забыла сказать еще про двух блогеров. Забыла их упомянуть. С кем бы я хотела бы встретиться. Это вот Танечка. Мы с ней не так давно познакомились. Татьяна Григорьева. Очень прекрасная женщина. Мне она очень понравилась. Прямо практически с первого ее видео, которое я посмотрела. Потому что, вы знаете, я уже привыкла людей распознавать по чуйке. То есть по интуиции. Ну, бывает, что работает. Ну, точнее, в большинстве случаев работает. Поэтому. И также Леночка из Самары. Лен, я думаю, ты поняла, что речь идет про тебя. Ну, вот и все, мои хорошие. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо, что меня послушали. И всем пока-пока.